думаю достаточно чтобы понять какое замечательное раннее утро 10 16 и пожалуй пора проверить как там наши аккумуляторы давайте посмотрим как наши аккумы пережили погружение в масло не вижу никаких особенных изменений в структуре пластика не в первом случае оба аккумулятора работают поэтому я думаю стоит продолжить наш эксперимент и залить их бензином следующим шагом давайте зальем эти два аккумулятора вот такой вот готовой смесью это что у нас хуксварна бензин плюс масло я думаю вот так реалистично оставим на пару часов посмотрим что будет всякий случай рядышком поставлю вот такой огнетушитель да для протокола сейчас 1040 в чате написали что маловато мол бензина ну ладно так этого получше дошло дошло посмотрим так сейчас 1235 я думаю результаты уже можно проверять перед новым тестом хочу показать состояние аккумулятором они целые оба оба аккумулятора вполне хорошо перенесли и масло и бензин достаточно продолжительное воздействие конечно знаете что существует чат инстербай и вот в именно в этом чате мне посоветовали попробовать проверить эти аккумуляторы на воздействие именно тормозной жидкостью вот купил давайте попробуем обратите внимание из обычного аккумулятора продолжает выливаться бензин под ним вот такое вот пятно в этот попало внутрь меньше в любом случае я его потом разберу и 1 2 посмотрю что случилось внутри и так тормозная жидкость давайте вот так сделаем это так лично на разъем попала тоже здесь пускай попадет на разъем так запах 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 есть смотрим что будет для протокола 1241 оставим минут на двадцать я так понимаю тормозуха воздействует сейчас и на вот эту наклейку и на пластик и на разъем случае защищенным аккумулятор то же самое все поверхности затронуты и разъем мокрый и наклейка и резиновая часть прошло больше часа визуально каких-то реакций я не вижу запах есть но с виду все нормально прошло более двух часов и давайте посмотрим результат друзья полдня уже сегодня монтирую ролик и еще столько же осталось если вам нравится то что я делаю поставьте лайки поделитесь видео спасибо ну что ж давайте начнем с обычного аккумулятора никаких повреждений я не заметил то есть аккумулятор визуально полностью целый что касается защищенного резина на мой взгляд немножечко поменяла свои свойства я вижу какие-то точки крепления этой резины здесь они угадываются не знаю будет ли видно это на видео но в общем резина чуть-чуть изменила свои свойства от масла ли от тормозухи ли но она стала к это более такой гладкой и скользкой он еще вытекает из него все пластик свои свойства не изменил но у нас потекла вот это вот все отвалилось здесь тоже да вот она гуляет и и и отваливается ну что ж давайте перейдем к веществам посерьезнее так скажем ацетон давайте вот эту вот сторону которая не подвергалась тормозухи попробуем от стона так на резину побольше ждем час 325 я думаю минут 20 достаточно процесс пошел буквально через минуту обычный аккумулятор видимо страдает больше добавить думаю даже 20 минут ждать смысла нет в случае с защищенным аккумулятором ацетон практически весь испарился и никак не реагирует с ним по крайней мере визуально только если с наклейкой в случае же с обычным реакция произошла причем пластик прямо треснул видите наклейка тоже из другого кода материала хорошо давайте попробуем минеральный растворитель так я перевернул аккумулятор и другой стороной не тронутый по как не тронутый здесь ацетон конечно сделал свое дело но поехали так запах конечно ждем такой реакции как ацетона от минерального растворителя нет я думаю и не будет прошло примерно 5 минут в данном случае тоже я думаю что эксперимент можно заканчивать и подводить итоги сначала мы их помоем конечно подсушим и посмотрим на повреждения более пристально итак что мы видим визуально оба аккумулятора потеряли наклейку датчика заряда вот состояние обычные пятерки пластик обожжен и ну имеют следы воздействие ацетона явно я думаю что пластик мог потерять свои свойства тоже некоторые в данном случае кроме клея на наклейке вот этой вот и вот этих вот проблем мелких с наклейкой опять же я не вижу изменения свойств никаких у этой резины она высохла и стала снова резиновой не такой скользкой и в целом аккумулятор сохранил свой первозданный вид качество пластика нужно как-то проверить не только визуально поэтому проведем тот же тест что в первой части то есть дроп тест оба аккумулятора кстати работают я проверил полезли на стремянку так так поехали так аккумулятор выдержал не раскололся работает да ничего не изменилось держится теперь то же самое с этим так поехали тоже целый хорошо разберем посмотрим что внутри давайте посмотрим что внутри в оба аккумулятора проникли жидкости с которыми мы их тестировали в случае защищенного отвалилась часть этого элемента который прикрывал вот здесь контакт вот он полностью отвалился в данном случае тоже несмотря на то что здесь другой материал по всему остальному здесь вижу следы действия ацетона в обычном аккумуляторе герметичность я бы сказал у них одинаковая плата и элементы целы я думаю что высушу вытру и буду пользоваться или может быть проведем аукцион у нас в чате можете в комментариях написать что вы думаете я с ними должен сделать с этими аккумуляторами я тут мою немножко аккумуляторы потом их соберу и посмотрю будут ли они работать вроде бы должны в крайнем случае если они будут работать можно сдать по гарантии почистил высушил буду собирать у меня сел микрофон поэтому придется продолжать так поначалу я думал что обычный аккумулятор тоже достойно все выдержит и он себя показал в принципе неплохо на первый взгляд при тесте с бензином с маслом и даже с тормозухой но по итогу как мы видим сейчас воздействия на обычный аккумулятор проявляют себя со временем особенно ацетон здесь показал себя эффективным так сказать в разрушении этого аккумулятора и защищенный выдержал значительно лучше то есть практически без повреждений если бы не вот эта наклейка заряда уровня заряда которая просто отвалилась в обоих случаях все повреждения и полностью ход эксперимента вы видели полностью от начала и до конца поэтому можете делать свои выводы мне будет интересно их почитать пишите в комментариях что же касается актуальности к покупке модели защищенной я могу сказать да это интересная модель если разница в цене там 15-20 процентов тогда можно оправдать эту покупку в целом он весит практически столько же по размеру он практически такой же только более защищенный какого-то особого чуда не ожидайте но как вы видите оба достаточно устойчивы но вот этот вот ну он вообще классный показался итог на следующий день оба аккумулятора полностью работают наклейки пришли в полную негодность но свои функции аккумуляторы выполняют в полную негодность в полную негодность в полную негодность а но как а happening на на videos про как повтор